В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Мечта, ставшая реальностью, молодые семьи Кандалакшского района получили сертификаты на приобретение жилья. Зеленая волна. Прием заявок на получение грантов от «Русала» завершается. Комфортная городская среда в действии. Какие проекты выбрали Кандалакшане? Комфортная городская среда. Какие проекты по благоустройству выбрали Кандалакшане? Итоги рейтингового голосования сегодня подвели на заседание общественной комиссии в администрации города. Прогнозы скептиков не оправдались. Кандалакшане довольно активно откликнулись на призыв принять участие в выборе приоритетных проектов по благоустройству. Участие в рейтинговом голосовании, которое было организовано в нашем городе 18 марта, приняли без малого 9 тысяч человек, а если быть точными – 8 863 жителя Кандалакши. Каждому предлагалось выбрать из пяти проектов один, но самый важный и нуждающийся в скорейшей реализации. Мнения разделились следующим образом. Наибольшее количество голосов наши земляки отдали за реализацию второго этапа проекта по реконструкции центральной площади города. Вторую строчку в рейтинге занимает четвертый этап реконструкции площади. Это самые недорогостоящие этапы, а их общая стоимость реализации порядка 4 миллионов рублей, но они логически завершат всю картину и позволят объединить благоустройство центральной площади с продолжением благоустройства улицы 50 лет октября в рамках проекта «Аллея дружбы». На третьем месте по количеству набранных голосов оказался проект по благоустройству территории в железнодорожном микрорайоне между домами 33 и 35 на Кировской и домами 22 и 24 на улице Спекова. Четвертую строчку по итогам рейтингового голосования занимает проект реконструкции Кировской аллеи. Ну а меньше всего голосов набрал проект реконструкции сквера у администрации города. Компания «Русал» снова запускает «Зеленую волну» – масштабный экологический проект, благодаря которому жители нашего маленького северного городка могут внести свой посильный вклад в благоустройство и озеленение общественных и дворовых территорий. «Зеленая волна» – это конкурс проектов, направленных на благоустройство и озеленение территорий. Прием заявок проходит на электронной платформе Фонда социальных программ «Русала». Там же размещена подробная и актуальная информация о состязании. В этом году металлургическая компания увеличила сумму грантов, на которые могут рассчитывать соискатели. Максимальный размер поддержки на реализацию каждого проекта победителя составит 50 тысяч рублей. Средства можно направить на приобретение саженцев деревьев и кустарников, а также необходимых для их посадки расходных материалов и инвентаря. Теперь главное – успеть вовремя оформить заявки. Они принимаются до 28 марта. Мечта, ставшая реальностью, молодые семьи Кандалакшского района готовятся к переезду в новые квартиры. Накануне им торжественно вручили сертификаты на приобретение жилья. Улучшить свои жилищные условия семьи смогут благодаря участию в целевой программе. Программа, направленная на обеспечение жильем молодых семей, работает в Кандалакшском районе больше 10 лет. За это время собственными квартирами обзавелись 235 ячеек общества. Средства на эти цели в виде социальных выплат привлекались из разных источников – федерального, областного и местного бюджетов. Причем в этом году размер господдержки оказался как никогда крупным. На решение жилищного вопроса Кандалакшан было выделено более 16 миллионов рублей, в связи с чем увеличилось и количество получателей сертификатов. Накануне заветный и долгожданный документ был вручен 39 семьям. Свидетельство получает семья Маховых, Дениса и Елизавета. Размер социальной выплаты зависит от количества членов семьи и стоимости квадратного метра жилого помещения. В этом году средний размер поддержки на одну семью составил 400 тысяч рублей. Воспользоваться правом на получение такого сертификата можно только один раз, а потратить средства только на приобретение квартиры. На такую поддержку в будущем рассчитывают еще 20 молодых семей в Кандалакшанском районе. Они уже включены в программу, но пока стоят в очереди на получение сертификата. Далее коротко расскажем о других заметных событиях. На Книжегубском рыбоводном заводе попробуют разводить сега 200 тысяч штук уже оплодотворенной рыбы, завезено на предприятие. В качестве поставщика посадочного материала выступила компания «Фарват» из Ленинградской области. Икру уже обследовали специалисты. Состоянию материала дана положительная оценка. Инкубация проходит в штатном режиме. Сотрудники Книжегубского рыбоводного хозяйства приступили к выращиванию рыбы ценной породы. 24 марта в Кандалакше пройдут соревнования по натурбану. В рамках 58-го праздника Севера учащихся соревновательные заезды на одноместных санях и заезды двухместных экипажей будут организованы на санной трассе в районе улицы Заречная. Старт соревнований будет дан ровно в 11 утра. Победила молодость товарищеский матч по хоккею между ветеранами Каза и подростковым клубом «Мечта» закончился триумфом молодой сборной. На протяжении всей встречи, которая проходила на хоккейной коробке на Данилова-28, обе команды демонстрировали яркую техничную игру. Никто не хотел уступать, но несколько острых атак, пропущенных ветеранами, добавили преимущество мечте. Именно эта команда и вышла победителем по итогам трех периодов. Жители Мурманской области присоединятся к акции «Час земли». Она пройдет уже в эту субботу, 24 марта. Отметим, что в России «Час земли» проводится с 2009 года, и раз от раза акция становится все масштабнее. Так, к примеру, в прошлом году в ней приняли участие более 150 городов России. Суть акции «Час земли» проста ровно на один час. Жителям страны предлагается выключить свет, тем самым привлечь внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. Ровно год исполнился с момента ввода в эксплуатацию в Кандалакше плавательного бассейна. Открытие этого спортивного сооружения горожане ждали не один год, и что греха таить даже в какой-то момент перестали верить в благополучный исход предприятия. Тем не менее, 15 марта 2017 года бассейн гостеприимно распахнул свои двери навстречу первым посетителям. Первый день рождения бассейна отметили соревнованиями, на старт которых вышли воспитанники секции по плаванию. Она открылась осенью прошлого года. Теперь под руководством профессиональных тренеров свое мастерство на дорожках оттачивают без малого 140 кандалакшских мальчишек и девчонок. Пробные заплывы в январе показали длинные дистанции юным спортсменам не страшны. На этот раз участникам соревнования предстояло проплыть 50 метров на спине. Пока начинающие спортсмены мерились силами на дорожках, руководство бассейна организовало блиц-церемонию чествования 35-тысячного посетителя спортивного объекта. Им стала кандалакшанка Ираида Тихоновна Политаева. Проводить свободное время, занимаясь плаванием, она стала совсем недавно. Теперь, шутит, придется ходить сюда чаще, поскольку в придачу к памятному диплому наши землячки вручили еще и абонемент на посещение бассейна. Очень приятно, что люди посещают бассейн, особенно активно посещают бассейн пенсионеры. На сегодняшний день мы продлили льготы. Если льгота действовала с понедельника по пятницу, то сегодня она действует в полную неделю. Воспользоваться возможностью льготного посещения спортобъекта кандалакшские пенсионеры смогут до 9 июня включительно. После бассейн будет закрыт для всех посетителей для проведения профилактических работ. И это все, о чем мы успеваем вам рассказать сегодня. Далее вас ждет короткий блок коммерческой информации и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь до завтра. Смотрите нас ровно в 19.00 на телеканале ТНТ Кандалакша. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok